Привет, меня зовут Анастасия, я рассказываю о маркетплейсах и сегодня мы с вами разберем договор с маркетплейсом Казань Экспресс. На мое большое удивление видео такого формата в ютубе я не нашла, есть только договор на этой площадке и все, никто его не разбирал, никто ничего не рассказывает, хотя я считаю, что у этой площадки есть достаточно хороший потенциал с учетом того, что продажи у меня там есть. Поэтому сегодня, прямо сейчас мы с вами поговорим об этой площадке и обсудим, что там хорошего, что там плохого и какие моменты мне уже не нравятся. Продолжайте смотреть, а прежде, как всегда, нужно сначала подписаться, поставить лайк, ну и можно прокомментировать и пожелать мне хорошего дня. Итак, начнем с вами. Мы пройдемся прямо по пунктам договора. Самое интересное, самое важное, которое не связано с какими-то, знаете, такими банальными юридическими вопросами, мы с вами обсудим. И первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, то, что пока Казань Экспресс осуществляет для нас только одну основную услугу, это продажа нашего товара. То есть, они размещают у себя на площадке наш товар, продают его и за это фактически снимают с нас комиссию. Об этом мы тоже позже чуть поговорим. Дополнительно у них также есть услуга хранения, также есть услуга доставки товара, возврата товара, сбора заказов. Все это есть, но это пока прописано просто как оказываемая услуга, но за нее у нас деньги не берутся. Есть услуги, за которые Казань Экспресс готовы бороться с нас деньги. Об этом тоже мы с вами поговорим в следующих пунктах. Но в любом случае, сейчас у нас с вами основное, это то, что маркетплейс размещает наш товар и предоставляет нам возможность продавать у него и продает нашу продукцию. Ну и как по стандарту, маркетплейс является агентом и право собственности в процессе поставки нашего товара к ним на склад не переходит в маркетплейс. То есть, наш товар как оставался нашим, так и остается. Право собственности переходит только в момент покупки физическим лицом, ну то есть человеком. И в тот момент, когда человек пришел, забрал, купил, все. Право собственности переходит до этого. Если товар хранится на складе Казань Экспресс, он так и остается именно нашим. Далее, этот пункт я не скажу, что меня порадовал, либо расстроил, но я считаю, что достаточно хорошо, что это прописано в договоре, потому что в договоре Вайлдберрис этого нет. По поводу Озона, по-моему, тоже таких пунктов нет, но возможно они это прописали. В общем, написано, что в приемке товара вам может быть отказано, если ваш товар не промаркирован согласно системе Честный Знак и Меркурий, и при этом ваш товар подлежит маркировке через эти системы. Меня это очень порадовало, в каком плане, что они это прописали в договоре, потому что как бы мы обязаны маркировать, как бы мне не нравилась система Честный Знак, и я уже это обсуждала несколько раз. Но в любом случае, если мы обязаны это делать, то хотя бы маркетплейсы должны тоже следовать этим инструкциям. И опять же, если сравнивать с Вайлдберрис, который никак не отслеживает маркировку Честный Знак, хотя они вроде бы выводили, говорили, что все будет прекрасно и замечательно, и мы будем все отслеживать, но такого нет. Здесь же они прописали, нет маркировки, мы можем не принять ваш товар, имеем право. И дальше, касательно приемки товара, товар с нарушением требований к упаковке, маркировке не принимается на реализацию и возвращается вам предпринимателю. Единственный момент, маркетплейс может платно переупаковать вашу продукцию, в данном случае в процессе приемки, если выявлены какие-то повреждения, но это отдельная платная услуга, тарифы которой не прописаны и осуществляется она по вашей заявке. То есть, условно, вы понимаете, что вам пришел отказ по приемке, вы сообщаете, что вы готовы доплатить, только приемите, мы с вам доплатим, они переупаковывают, вы доплачиваете, и все прекрасно и замечательно. То есть, пока в договоре дополнительных услуг нет, написано, что мы можем, как я сказала, уже их предоставлять, но ни тарифов, ни какие услуги, ничего не прописано. Ну, с одной стороны, это, наверное, правильно, потому что они еще, возможно, не понимают, какие услуги они могли бы предоставлять. Они не понимают, какие услуги будут использоваться спросом, несмотря на опыт других маркетплейсов, у них может быть реально по-другому, поэтому они эту возможность прописали в договоре, но пока до конца не осуществляют. Теперь с вами перейдем дальше про цены и про то, что маркетплейс Казань Экспресс говорит о том, что может внести изменения в вашу цену, но на размер суммы к перечислению это никак не повлияет. Вот это мне очень сильно понравилось. То есть, они могут вдруг неожиданно поставить ваш товар в акцию, уменьшить цену, но согласно договору на вас это никак не повлияет. Казань Экспресс будет ориентироваться как раз непосредственно на ту цену, по которой вы продаете. И еще я видела тоже в договоре подпись о том, что они могут снизить цену на размер вот того перечисления, который планировался, но все равно эту сумму вам перевести. В общем, в любом случае, в этом плане очень хорошо они это прописали в договоре, ну и, конечно же, прописали, что в маркетинговые акции вы можете в них участвовать и участвуйте вы в них по согласованию с маркетплейсом. То есть, в некоторых акциях они спрашивают вас, согласны ли вы. Вы согласны, вам снижают цены. Если нет, то, пожалуйста, никаких изменений не произойдет. Далее, какие интересные у нас с вами пункты, это то, что принципиал, в данном случае это я, как поставщик, подтверждает, что покупатель имеет право вернуть в течение 7 календарных дней любой товар, любой товар надлежащего качества без следов эксплуатации с момента получения заказа покупателем. Либо в индивидуальных сроках, в случаях срок возврата может быть продлен до 30 календарных дней. Это значит, что опять же у нас в договоре с маркетплейсом прописано, что они предупреждают, что товар могут вернуть в течение 7 дней. На минуточку, на Wildberries это не прописано в договоре. При этом мы с вами знаем, что покупатель может вернуть товар в течение 21 дня, а указание экспресс прописано, в течение какого срока покупатель может вернуть товар надлежащего качества. Вот это в плане отношения к поставщику достаточно хорошая история. Поэтому в этом плане они меня порадовали. Что у нас с вами еще есть? Это в договоре прописано конкретные условия хранения. Там написано, что там большое, сухое, отапливаемое помещение и прописано, что каких-то особенных условий для хранения нет. Если вы привезли товар, который требует особенных условий, мы имеем право его не принять. А дальше вот пункты мне очень сильно понравились. В каком плане? Что? Казань экспресс, маркетплейс. В праве продавать вашу продукцию, например, если вдруг они с нами разорвали отношения, то есть прекратили договоры сотрудничества, но вдруг нашелся ваш товар. То есть условно какой-то мой товар потеряли, мы перестали сотрудничать, они его нашли, они его от своего лица продают, имеют на это право. И другой момент, если вдруг они потеряли этот товар, выплатили мне компенсацию, а потом он нашелся, они также могут от своего лица это продавать. Я почему так радуюсь, почему так удивляюсь, потому что я не видела таких пунктов в других договорах с маркетплейсами. Уж если говорить про Wildberries, хотя они сейчас развиваются, там совершенно другая история. И здесь наглядно продуманы какие-то вот такие моменты. А следующий пункт мы с вами уже немножечко обсудили, но вот его я хочу еще раз зачитать. Этот пункт 6.8, что в случае утраты недостачи или повреждения имущества принципиала, принципиала это мы как раз, поставщики и предприниматели, агентам возмещается разница между ценой реализации товара и комиссии, установленной агентом. В случае, если цена реализации товара, установленная принципиалом, завышена в целях применения настоящего положения договора ценой реализации товара, признается нижняя граница цены идентичного товара на Казань Экспресс и иных маркетплейсах. И даже прописано Озон, Wildberries, Алиэкспресс, Яндекс.Маркет и Сбер Метамаркет. То есть мы это с вами уже обсудили. Если Казань Экспресс решит, что вы завысили цену специально для того, чтобы получить большую компенсацию, они просто посмотрят на других маркетплейсах стоимости вашего товара и возьмут самую минимальную и по этой минимальной цене вам товар компенсирует, то есть у тебя его либо повреждение. И вот это тоже круто, потому что у Wildberries про компенсацию вообще не слово. Я вот в последнем выпуске новостей рассказывала, что у меня стали появляться какие-то выплаты под компенсации за брак либо еще что-то, но в договоре об этом не слово. Очень сильно жду, когда будет. Если увижу, обязательно расскажу. Ну, у Озон компенсация, конечно, тоже прописана, но она зависит от того, правильно вы упаковали товар или нет, но там она есть. Итак, теперь мы с вами вернемся как раз к тому моменту, о котором я уже говорила. Комиссия у нас с вами зависит только от одного параметра. То есть комиссия маркетплейса за продажу вашего товара, и это единственный расход на этом маркетплейсе у предпринимателя, она зависит только от одного параметра. Это стоимость вашего товара. То есть смотрите, я у себя в телеграм-канале размещала как раз табличку по комиссии в зависимости от цены, но сразу хочу сказать, я со своим товаром стою в диапазоне комиссии от 18 до 25 процентов, и поверьте мне, это очень круто. Потому что если посчитать в сумме все расходы, которые приходят у меня на другие маркетплейсы, в Альберис порядка 30 процентов, а зон тоже в районе этой цифры. И поэтому здесь, когда я понимаю, что конкретно только от цены зависит комиссия, и я знаю, сколько я конкретно заплачу маркетплейсу, вот для этого для меня удобно. И это еще ниже касательно других маркетплейсов. И еще, опять же прописано про то, что агент несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества, принято на хранение по настоящему договору, согласно нормам гражданского законодательства. То есть еще раз повторяю, и они несколько раз это повторяют. То есть это не то, чтобы я раз такая, оп, опять про это вспомнил, нет. У них в нескольких пунктах написано, что они ответственность на себя берут, что они хранить будут. Если у вас товар не подлежит хранению на их складе, они его не примут. Если вдруг потеряли, испортили, компенсацию заплатили. В этом плане молодцы. А теперь, я думаю, мы перейдем с вами немножечко к лирической части, о которой я вам расскажу. Это о том, как же часто маркетплейс Казань Экспресс выплачивает деньги. Я вам скажу теорию по договору и практику мою в реальной жизни. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, пройдет время и выплаты станут лучше. Все-таки ориентируйтесь на более, так скажем, актуальную, либо запросите в комментариях. Но на данный момент, на лето 2022 года, я вам могу сказать, что согласно договору Казань Экспресс выплачивает вам деньги в течение суток после заявки от вас на вывод средств. То есть они не сами присылают, а вы отправляете заявку на вывод средств. Кстати, сейчас так же, как и на Вайлдбриз. Но есть нюанс и в каких-то случаях, в редких случаях, как это написано, агент может увеличить срок перечисления до 14 календарных дней с момента оформления запроса на перечисление денежных средств в личном кабинете. Так вот, вам наглядный скрин. Я запрашивала 18 июня, 12 июля. Хорошо, с 12 июля еще 14 дней не прошло, но с 18 июля уже прошло. Деньги до сих пор не получены. И чтобы совсем быть правильной, я специально написала в поддержку продавцов о том, что добрый день, вот вы видите этот скрин, добрый день, вы нарушаете договор, правила договора, деньги до сих пор не приступили, когда будут деньги и какие будут санкции к вам применены. Ну, конечно же, до сих пор я ответа не получила, и я думаю, ответ я уже вам покажу в своем телеграм-канале, когда он придет, поделюсь, и мы с вами обсудим этот момент. Если что, ссылка на мой телеграм-канал находится в описании. И еще, еще у нас с вами впереди ждет два пункта, очень интересно, это то, что каждая сторона утверждает и гарантирует другой стороне, что для исполнения условий настоящего договора у нас есть полные права и полномочия, денежные, материальные, трудовые и поручие ресурсы для заключения и исполнения условий настоящего договора. Возвращаемся к предыдущему вопросу. По-моему, материальных и денежных средств недостаточно у маркетплейса, потому что деньги они не могут выплатить. Я знаю, мне многие говорили, потому что Казань Экспресс сейчас строит новый склад, они полностью все деньги вкладывают туда, но вы же прекрасно понимаете, вы предприниматель, вы хотите получить свои деньги обратно вложенные, и когда происходит такая ситуация, не хочется продавать. Понятно, есть запас, но это тоже задержка денег, эти деньги могли бы работать, в данном случае они висят на счете маркетплейса, и все, и в этом плане они нехорошо поступают. Хотя бы какие-то суммы надо было бы переводить, хоть как-то поддерживать поставщиков, иначе они будут достаточно быстро сбегать. И далее, касательно договора. Агент вправе, маркетплейс вправе вносить изменения в договор и сообщать об этих изменениях не позднее, чем за 5 дней рабочих до их вступления в силу. Вступают в силу как раз в тот момент, когда разместили этот договор на сайте. Но хочу вам сказать, что по сравнению с Азон и по сравнению с Ванбрис, изменения вносятся очень-очень редко. Я посмотрела время изменений, там это бывает редко, поэтому ничего вы не пропустите. Я уверена, даже если сейчас вы смотрите, спустя там полгода это видео, от того момента, когда оно вышло, оно все равно максимально актуально, потому что каких-то глобальных изменений не было. На этом разбор договора с Казани-экспресс окончен. Там нет каких-то скрытых моментов, там нет каких-то штрафов. Жаль, возможно было бы интересное видео. Но в любом случае мы с вами сейчас разобрались в каких-то моментах, понимаем, что мы можем требовать, понимаем, на что стоит обращать внимание. Да, расстраивает, что не выплачивают деньги, но в основном договор достаточно укомплектован, даже по некоторым моментам, которые я не ожидала, не хватает информации по документам, по сертификатам, по декларациям. Но, скорее всего, это прописано в таком отношении, что поставщик сам принимает решение и сам берет на себя ответственность о продаже товаров согласно правилам Российской Федерации. Назовем это так. Поэтому, я думаю, они тоже переложили ответственность. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки. У меня достаточное количество каналов. Все есть ссылки в описании. Это Телеграм, ВКонтакте, Яндекс.Зен, Ютуб. И еще одна запрещенная организация. Вы все прекрасно знаете. Ссылки все есть там. Там я тоже достаточно часто и много всего рассказываю. Подписывайтесь и задавайте свой вопрос. Если что-то есть в Показание Экспресс, обязательно пишите.